всем привет сегодня по интерфейсу и взаимодействия я вам покажу как сделать вызов виджета да то есть по той структуре которую мы ранее сделали теперь будем вызывать виджет который нам будет показывать то есть не так что мы подходим и у нас просто рука а там описание да какое-то дополнительное ну все то что на превьюшки то есть для того чтобы это сделать давайте сначала создадим сам виджет который мы будем показывать назовем его как-нибудь виджет так я не знаю actor текст допустим пусть будет так здесь вы можете все что угодно делать все куда вам захочется делать выставлять но я как самое простое что-нибудь покажу текстовое значение как-нибудь выставим его посередине давайте 00 сдвинем его допустим наверное чуть вниз и чуть правее пусть будет так выставим чуть побольше значение текста и выставим посередине все это нам будет достаточно можно чуть-чуть изменить текст я не знаю там оставить синий цвет хотя нет синий наверное где-то будет забрекливается но вот чуть-чуть такой желтоватенький поддадим в общем теперь бинт мы не будем нажимать нам надо будет создать функцию которая как раз таки будем изменять но для начала нам надо текст блок можно переименовать я не буду просто сделаем из variable чтобы мы видели в его отображение в графе вот мы уже его видим здесь нажимаем плюсик функция пишем допустим в г текст пусть будет так выкидываем текст блок и пишем сет текст текст все теперь нам нужно ин текст который сюда поставить вот сюда чтобы добавить пин дополнительный по сути с виджетом мы уже все разобрались закрывать не будем просто передвинем теперь нам нужно зайти и получается сам интерфейс давайте добавим сюда новую функцию назовем ее так vg актив как-нибудь можно завершить можно не завершать в принципе неважно нажимаем сейф теперь тоже сдвигаем он нам тоже больше не нужен теперь заходим персонажа и для начала до создадим на begin play дополнение это во первых sequence разделение сделаем чтобы выполнялась вот эта часть и давайте создадим еще одну ветку это у нас create виджет будет create виджет выбираем наш виджет который мы создали vg actor текст и давайте создадим переменную на нем так и для того чтобы у нас сразу не появлялась эта надпись давайте все-таки зайдем в сам виджет и замест на на тег выбираем текст сделаем в рейбл визи были те точнее хайда скроем и сам текст вот этот хайден если у вас какие-то большие блоки допустим вы должны погрузить это все либо получается либо в панель либо в оверлей либо в бордер ну и соответственно уже вот этот одну часть то есть ладно чем мы объяснять я лучше покажу да то есть вы допустим кидаете оверлей в него там кидаете кнопку и бэйдж все да то есть у вас очень большое количество там в нем внутри находится и для того чтобы все это пропадало вам на именно на тот ту часть вот оверлей как раз таки надо делать visibility то есть хайден и он не будет виден но мне здесь это не нужно потому что я просто текст выбрал так теперь давайте зайдем в персонажа так здесь у нас все готово теперь нам нужно вызывать ту функцию которую мы добавили в интерфейс она у нас называется bg на актив мы ее вызываем после есть инкремент это мы просто меняем точку на руку когда мы направляем на наш предмет и соответственно мы должны уже загружать виджет для того чтобы отображалась наименование этого предмета также здесь мы включали новый инкремент от персонажа и соответственно мы должны также включить сюда vg актив кстати да давайте все таки интерфейс мы закончим до vg актив сделаем output добавим параметров чтобы он был чтобы функция была закрыта чтобы мы ее могли прямо туда поставить персонажа компайл сейфа и теперь vg актив мы можем использовать как прямую функцию а не event вот для этого принципе и нужно все так то есть все что у нас vg актив у нас будет показывать виджет в каждом экторе vg актив который в персонажа находится без конверта мы будем скрывать наименование самого виджета ну то есть по сути скрывать виджет хотя он не то что скрывается он работает мы его просто выключаем визуально так теперь зайдем допустим в тумбочку и у нас на функции vg актив и сделаем такую часть во первых нам нужно get player character делаем cast на персонажа first person character для того чтобы мы вытащили из нашего персонажа вот вот этот vg актив то есть получили ссылочку на виджет и получили на штуку которой мы кстати будем да надо добавить переменную давайте назовем vg vg include как-нибудь ну то есть это булиновская переменная которым мы будем включать выключать как раз таки она нам тоже нужно будет теперь мы будем по ней определять показывает нам виджет или нет тумбочки в тумбочке в тумбочке мы получили на персонажа cast теперь мы получаем vg include делаем branch проверяем если он будет активен трудо мы соответственно будем показывать виджет показывать текст и так далее в данном случае нам нужно получить ссылочку на наш виджет vg actor text и из нее получается нашу функцию наша функция называется vg текст так vg текст и ставим ее на true теперь нам нужно получается в векторе это у нас тумбочка создать еще одну переменную в которой мы будем как раз таки прописывать наименование тумбочки сделаем ей тип name или на текст давайте лучше прямую сделаем так это name actor compile пишем допустим тумбочка и все так я не то вытащил или же все таки то вытащил так я наверное персонажа не сохранил да 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 извиняюсь из-за этого он и ругается у нас в тумбочке смотрите далее мы получили точнее нашу функцию и мы сюда должны подать имя имя нашего предмета то есть мы функцию передаем уже имя которое здесь находится далее из-за того что у нас виджете получается текст у нас скрытый который мы переключили айден давайте там покажем что мы включаем это текст getTextBlock это которая наша это наш текст и из него вытаскиваем set visibility делаем его на visibility visible и все по сути в данном случае у нас все здесь прописано теперь в yes increment да не забудем допустим в конец поставить такую штучку как давайте на begin play сначала можем в принципе даже тоже каст на персонажи записать переменную пусть будет first person character наименование то есть мы записали переменную теперь вот эту часть мы можем убрать отсюда и выставить переменную которую мы уже там в begin play подключили все то же самое и в yes increment мы тоже берем нашего персонажа и переключаем наш vginclude вот этот который да булинская переменная в true так set берем set делаем подключение далее включаем ее потом теперь мы уже заходим так здесь компайл проверяем в чем проблема да мы здесь забыли подключить заходим в персонажа теперь наш vg актив и новый increment да тоже так тумбочка тумбочка вот этот копируем просто а хотя нам не надо даже это копировать у нас персонаж это уже все есть заходим в персонажа новый increment который у нас функция перестает показывать руку переключается на точку сюда мы добавляем то есть мы отключаем галочку и функции которые мы создали в интерфейсе заходим сюда добавляем все то же самое что мы добавляли в тумбочке единственная разница просто копируем единственная разница здесь мы убираем персонажи здесь мы убираем наш этот ту переменную переменную name actor который у нас в самом actor и visible мы hidden переключаемся так здесь мы тоже убираем и нормально переменную выставляем на false не на true так вроде бы все все ну кстати в vgtx мы можем просто убрать отсюда и просто visibility выключать ну на самом деле должно быть все давайте проверим это сохраняемся тумбочка тумбочка на кружке нету да почему нету потому что мы на кружке не создавали для того чтобы вот если вы уже настроили один предмет допустим вот эта тумбочка будет являться одним предметом заходим там где она находится тумбочка допустим либо нету какой-то actor вы делаете create shield blueprint класс и получается то что вы создаете дочерний класс из того который является будет который будет являться главным то есть тумбочка у нас будет являться теперь главным actor если мы какой-то вот предмет поставим сюда давайте уберем а кстати но здесь сейчас убрать не получится потому что это является дочерними частями то есть если вы будете создавать actor он у вас должен быть ну как минимум с одним static mesh чтобы потом вы уже здесь могли добавлять свои то есть он должен быть пустой по сути то есть если вы сейчас допустим сделаете на кружке но надо будет копировать если бы actor у нас тумбочка был практически пустой лишь с какими-то функциями да уже готовыми допустим вот с этой есть инкремент vg актив уже готовый но без визуальной части какой-то то можно было бы замутить еще хоть 18 предметов надеюсь вам это было понятно если что пишите в комментариях так что до скорой встречи друзья пока пока Продолжение следует...